На улице яблочное яблоками не пахнет. Не самые приятные ароматы доносится из ливнева. Впрочем, как говорят участники рейда, местные жители даже замечают окружающий их запах нечистот. С законом природоохранным здесь дружат не каждый. О нарушениях предупреждали, но безрезультатно. В итоге водоканал прибегает к крайним мерам. Несколько секунд и один из домов остался без воды. Собственник, врезавшись в центральную трубу, выполнил только часть предписаний. А вот отведение не позаботился. В срок, если не выполняется до 20 дней, не устраняются нарушения, производится отключение от водоснабжения. Вода в доме на Яблочной теперь появится после того, как владелец, устранив недочеты, оформит должным образом документы и обратится с ним в водоканал. Правда, вместо того, чтобы идти на контакт с представителями службы, нарушители предпочитают спрятаться за высоким забором. А разобравшись, что требуют проверяющие, посетовать на коммунальные проблемы. 8 лет линия водопровода в районе дома номер 11 на улице Яблочной юридически не принадлежит никому. Местные жители собрали деньги, проложили коммуникации, но из-за бюрократических проволочек, по словам жителей, сети на баланс не берут. Ну неужели нельзя опломбировать и нам дать отдельные счета, что мы бы каждой платили? Можно это сделать? У вас сейчас один абонент. Да. Вы хотите произвести раздел счетов? Да, поэтому мы и новую трассу проложили. Зам главы центрального района взял эту проблему под личный контроль. Но пока проблема не решена. О цивилизованном вот отведении не может быть и речи. Люди пользуются выгребной ямой. Услуги по вывозу отходов оплачены. Хотя, по словам представителя районной администрации, есть сущие такие домовладельцы, которым проще фальсифицировать документы, чем нанять лицензированную компанию. За предыдущий месяц выявили два таких наглеца, которые, обманув нас, пытались, ну и все организации пытались иметь этот договор, но при всем при этом не производить вывоз и, соответственно, у них был перелив. Опять же, на рельеф. Росприроднадзор передал материалы в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. И, скорее всего, это не последний прецедент, с которым придется разбираться правоохранительным органам. В Центральном районе собственники еще порядка 300 домовладений пока не решили вопрос законной и справной канализации. Не установили лосы, а те, кто по старинке пользуются выгребными ямами, не заключили договор на вывоз отходов. С ними и общаются участники рейдов. Составляются административные протоколы, убеждают, в качестве крайней мере отключают воду. Эффект, говорят, заметен. С начала рейдовых мероприятий, то есть за полгода, коммунальную систему и документы привели в порядок собственники 1300 домов. Елена Всецина, телекомпания «ФКТМ».